Где-то на шестом небе обитает наш великолепный оригинал, который наблюдает за нами и помогает в том случае, если мы к нему обращаемся. Вот это я подчеркиваю. Пока мы не обратились, он мне не помогает и вообще не имеет права вмешиваться по законам. Вот это было вступление о том, как мы можем сегодня использовать эту концепцию. Мне она близка, потому что я сама пережила это. И когда я увидела своего дальника, вот это была женщина, я точно знала, что это я, но только уж очень идеальная, ну абсолютно идеальная. И она как раз шла вверх по лестницам. Сначала был эскалатор вверх, а потом лестница. И она поднималась выше, 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 поднялась на какие-то высокие уровни. Там встретилась со своими друзьями, такими вечными, небесными. И мы там решали какие-то вопросы. Ну вот она там решала. То есть это очень необычное переживание. Просто я хочу сказать, что я его, я это знаю, эту информацию из первых рук. Сегодня мы будем делать практику, которая называется хоапононон, хоапономона. Хо-поно-пона. Вот как. И слово это Тихоокеанского региона языков, говорят из Гавайи. Но на самом деле оно относится, это и методика, и это слово относится к Тихоокеанскому региону, в котором я сейчас живу. И оно относится к языкам Тихоокеанского региона и к космогонии Тихоокеанского региона. Потому что у нас общий бог, вот наши Маури Новозеландские и на Гавайях, у нас общий бог, называется он Маури. Он такой полубог. И методики эти, о которых мы сегодня будем говорить, хоапона-пона, это методики матриархата. Нужно понимать разницу между матриархальными культурами и патриархальными западными для того, чтобы использовать эту методику. Вот эти народы, американские индейцы, жители островов Тихого океана, береговые, латиноамериканские страны, остров Пасхи, Новой Зеландии, берега Австралии. Это всё Тихоокеанская матриархальная культура, которая считает своим богом это созвездие Плеяд. Если вы знаете, Плеяды – это мать нашей Земли, в отличие от большой медведицы, которая является отцом. Поэтому Плеяды – это женская энергия. И всякая женская энергия представляет из себя чашу или то, что принимает, то, что принимает в себя. Этим отличается матриархальный подход или методики женского направления, женского знака. В отличие от мужской, которая при этом на пролом. Это, например, отцовский гипноз, когда подходишь, полбу стукаешь и говоришь «спать». Это чисто мужской способ. Или когда эту методику «хо-пона-пона» используют западные психологи. Они просто предлагают брать вот эти ключевые четыре слова и их долбить, долбить, долбить. Без остановки, сутками говорить, 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 говорить. Это чисто мужской подход к этой методике. Мы сегодня будем использовать её с точки зрения второго луча любви и мудрости. Итак, методика «хо-пона-пона» – это методика знахарей Тихоокеанского региона. И слово это переводится как «восстановление порядка» или «восстановление изначального равновесия». Для этого рекомендуется работать с четырьмя ключевыми словами. «Сожаление», «прощение», «благодарность» и «любовь». Это не просто слова. Тем более, что я вам сейчас их читаю на русском языке. Перевели их на английский язык. Но они изначально существуют на языке Тихоокеанского региона. А вы знаете, что языки вызывают звуки определенные, вибрации через звуки. Поэтому мы будем пользоваться довольно аккуратно с этой методикой работать. Итак, прежде чем мы начнем сегодня работать, давайте возьмем ключи. Вы сегодня пришли на тему, которая называется «обида на другого». Давайте сейчас просто самостоятельно настройтесь. Представьте себе человека, с которым вы хотите поработать. Он вас как-то обидел довольно серьезно. Остался шрам на сердце от этого. Может быть, предательство какое-то или что-то могло произойти. Обида, немотивированная агрессия. Там вас, может, кто-то побил, ударил. Или, например, что там еще может быть ужасного. Ужасного так много вокруг нас. Унижение может быть словами. То есть, ваше достоинство растаптывали. Или физические побои. Что угодно. Единственная просьба – выбрать только одну ситуацию. Одного человека и какую-то одну претензию. Напишите, пожалуйста, этот ключ. Например, предательство. Ну, к примеру, да. И поставьте баллы. Насколько баллов у вас обида на этого человека. Бумажечку приготовьте. И на ней вот это вот напишите. Ну, я думаю, что это легко сделать. Надо сказать, что вообще работы с обидами легко формулируются. Потому что психика наша очень четко запоминает все стрессы. На всякий случай это называется. Психика работает на всякий случай. Типа, запомни, чтобы не повторялось. Сделали. И теперь мы переходим к работе. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...